Первыми на прием к временно исполняющему полномочия главы округа Станиславу Каторову пришли жители дома номер 56 по школьной улице по вопросу признания аварийности здания и дальнейшего расселения. В прошлом году была проведена техническая экспертиза объекта. Дом считается многоквартирным. Это означает, если это одна квартира, в квартире в аварийном состоянии находятся душ, туалет, ванна, кухня, места складских помещений, в которых одна из наших соседок вышла и у нее кусок цемента упал просто. То есть они считаются аварийными, а эти зоны не аварийные. И в общее заключение дом признан работоспособным. Станислав Каторов проинформировал о том, что в этом году дом будет внесен в программу комплексного развития территории. И после определения застройщика, готового предложить квартиры для жильцов, объект признают аварийным. Но мы должны с вами понимать, что если застройщик, к примеру, есть на территории Ленинского городского округа и уже присутствует, он тогда может предложить сразу расселить. И такие застройщики для нас, конечно же, приоритетны. Требуют расселение жители 18-го дома в поселке Суханово. Соседние 17-й будут сносить уже весной. Причина – строительство трассы Юла. Наш дом признан ограниченной работоспособной. В связи с горизонтальными, радиальными, вертикальными трещинами, сквозными до одного сантиметра. Сейчас встал вопрос о том, что дом, мы хотели бы, чтобы нас также расселили. Дом уставший. Трасса будет проходить непосредственно в близости. Панельная пятиэтажка была построена 42 года назад и находится в 49 метрах от строящейся трассы, а также в 80 метрах от основной дороги. Жители жалуются на постоянный шум. Основная часть плит, когда ремонт делали, то есть мы снимали обои старые, на плитах стояли маркировки «брак». Плиты, дом состроен, ну, честно сказать, из бракованных строительных материалов восклипили. Дом изначального проекта был трехэтажный. В связи с тем, что людей некуда было расселять, а это были сотрудники дома отдыха Суханова, то было принято решение настроить еще два этажа. Проработать вопрос было поручено Сергею Гаврилову, курирующего вопросы строительства в муниципалитете. Сергей Анатольевич, тоже этот вопрос навстречу с самолетом выносим. Хорошо? Значит, чтобы они нам представили, куда они будут расселять жителей, в какие дома, значит, в какая локация, чтобы мы могли уже встретиться с собственниками квартир и проговорить. Также на встрече были рассмотрены проблемы водоснабжения и водоотведения в деревне Дроздова и замена уличного освещения на территории округа. В первую очередь мы будем охватывать все центральные улицы, городские, там, где самый большой трафик. Мы будем менять на светодиодное освещение. Дальше будем менять освещение во дворах. Во дворах, соответственно, в деревнях и так далее. Каждый вопрос в ходе встречи удалось разобрать, обозначить дальнейшие действия. Приемы населения в администрации проводятся регулярно и призваны помочь жителям в решении конкретных проблем, с которыми по тем или иным причинам они длительное время не могли справиться самостоятельно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.